Уровень жизни населения, а рост вкладов в сберкассах, в скобках, с 18,8 миллиардов рублей в 65-м году до 220,8 миллиардов в 85-м году, в скобочках, то есть не в скобках, а в точке запятой, то есть с 17,3% по отношению к розничному товарообороту до 66,3%. Б. Стремительный рост обеспеченности товарами длительного пользования. Значит, записываем легковые автомобили, холодильники, телевизоры, пылесосы, стиральные машины. В. Сохранение короткой продолжительности рабочего дня при 5-дневной рабочей неделе, то есть 8-часовой рабочий день при 5-дневной рабочей неделе. Г. Рост потребления важнейших продовольственных и непродовольственных товаров в 65-м, 85-м годах с замедлением после 75-го года. Д. Неравенство уровня жизни в различных республиках. Как вы думаете, какие республики демонстрировали наиболее высокий уровень жизни? Г. Но Молдавия нет. Прибалтика – да. Еще Грузия. Благодаря теневому капиталу, теневой экономике. И я вам напоминаю, что были только две республики, которые кормили все остальные. Это Российская Федерация и Белоруссия. 2. Урбанизация. Превращение СССР в городскую страну по формальным показателям. В 1980-й год городское население составило 65% населения страны в целом. Значит, в скобочках запишите. В 1960-м году было 50% городского населения. С 1960-го по 1980-й год в город мигрировали 35 миллионов человек. Увеличение числа работающих женщин здесь же. С 1960-го по 1979-й год число домохозяек сократилось с 37,5 миллионов до 4,4 миллиона. А как вы думаете, о чем говорит сокращение количества домохозяек? Причем существенное, смотрите, за 19 лет с 37,5 миллионов до 4,4 миллионов сократилось число домохозяек. Это вот о чем говорит? Какие есть идеи на этот счет? Ну, вы знаете, в основном домохозяйки шли не на престижную работу, а еще, так сказать, значит, ну, во-первых, нехватка рабочей силы, и поэтому женщины шли на работу. Ну, и во-вторых, это решение, действительно решение экономических проблем. При том, что мы видели с вами, что росло число вкладов, то есть люди реально стали жить лучше, потому что женщины пошли на работу. Вот из моего детства я могу вспомнить, что практически редкостью было, когда работали жены военных, например, жены военных были домохозяйками, вот, значит, и действительно, именно в Брежневское время, так сказать, возникло вот это явление, когда женщины, домохозяйки пошли на, пошли работать. Третье арабское. Маргинализация части городского населения. Понятно, кто такие маргиналы? От какого слова? Маргинал. Маргиналы – это люди, которые живут, вот, они перестали, скажем, быть, условно говоря, деревенскими жителями, пришли в город, но не так и не обрели городского образа жизни и городских ценностей. Они живут на грани между социальными группами и видами хозяйства. Таких людей называют маргиналами. Вот, кстати, большая часть постсоветской российской элиты 90-х годов – это маргиналы со всеми вытекающими последствиями. Точка, значит, здесь маргинализация части городского населения в кавычках. Лимитчики, или как их называли, лимита. Кто знает, что такое лимита, кто такие лимитчики? Значит, в условиях нехватки рабочей силы из деревни или, скажем, из провинции, в Москву, там, в Питер, в крупные города, приезжали люди по так называемому лимиту. Они работали на квартиру и прописку. И иногда они этой квартиры и прописку ждали 15-20 лет, жили в общежитиях. Их называли лимитчиками. Ясно совершенно, что жизнь в общежитиях – это была не лучшая жизнь. Это пьянство, хулиганство, текучесть кадров. Но люди зарабатывали себе на квартиру. То есть они работали на непрестижных работах. И вот их называли лимитчики или лимита. Значит, лимитчики дальше. Отсутствие или слабое развитие социальной инфраструктуры. Отсутствие или слабое развитие социальной инфраструктуры. Как фактор превращения мигрантов из деревни не столько в горожан, сколько в городских маргиналов. То есть люди становились городскими жителями, но социокультурно, перестав быть деревенскими жителями, они не превращались в горожан, потому что социальной инфраструктуры не хватало для этого. Точка. Рост асоциального поведения, преступности, пьянства, проституции. Точка. Портреты Сталина на стеклах грузовиков в 1980-е годы – проявление пассивного протеста. Дело в том, что в начале 80-х годов на стеклах грузовиков стали появляться портреты Сталина. То есть это был такой пассивный протест против того, что происходило в стране. Четвертое. Негативные тенденции второй половины, половины 70-х, первой половины 80-х годов. Двоеточие. Снижение продолжительности жизни. В скобках. 85-й год. 35-е место в мире по продолжительности жизни, но это за счет низкой продолжительности жизни в Средней Азии в основном. 50-е место по детской смертности. И это при том, что в 60-е годы, если вы помните, я вам говорил, что у Советского Союза было совершенно фантастическое достижение по смертности. 6 промилле, то есть 6 на 1000. Это был совершенно ошеломляющий результат. Демографический спад. Пятое. Утрата веры значительной части населения в официальные ценности. Здесь неудачная попытка внедрить новые социальные мифы на рубеже 60-х, 70-х годов. Но это попытка была... Дело в том, что в 1970 году отмечалось 100-летие со дня рождения Ленина. Ну и как это очень часто, произошел такой идеологический перебор. И настолько это отмечалось помпезно и тупо, что население просто стало издеваться над этим. И в этих издевках было очень много верного. Ну, например, у меня до сих пор хранится вот такая вот выпущенная в 1970 году коробочка. Написано «Зубочистки, гусиные перышки». Переворачиваешь, на другую сторону написано «Владимир Ильич Ленин». То есть люди не знали меры в этом отношении. Поэтому в 1970 году, когда праздновалось 100-летие со дня рождения Ленина, появилась масса анекдотов. Ну, например, такой анекдот. Конкурс на какие-то лучшие такие артефакты к столетию Ленина. Значит, третье место заняли одеколон по ленинским местам. Второе место – трехспальная кровать «Ленин с нами». И, наконец, первое место – часы «Кукушка Ленин». Там каждый час бьют часы, открывается дверца, выезжает Ленин на броневике и кричит «Ку-ку». То есть народ издевался над тем, что с перебором праздновалось 100-летие. И идеологам стало ясно, что миф «Революция» и «Ленин» больше не работают. И поэтому в 1966 году был проведен первый парад победы. И вместо мифа «Великой революции» стал коваться миф «Великая война». Кроме того, с конца 60-х годов началась такая реабилитация в массовом сознании Комитета государственной безопасности. Появились фильмы о разведчиках, в том числе и «17 мгновений весны». То есть сделана была попытка создать новые социальные мифы. Но она в целом не очень удалась. Дальше записываем. «Эрозия общественной морали», «Формирование массового общества с потребительскими установками без наличия системы массового производства требуемых товаров потребления». Сейчас повторю. «Рост стихийного бытового антикоммунизма» «И мифа о Западе как о «вещевом рае». О «вещевом рае» в кавычках. Цинизм в верхушке как фактор, усиливающий указанные процессы». Вот когда я говорю об эрозии общественной морали, это, кстати, нашло отражение в кино. Я вам очень рекомендую посмотреть, скачать в интернете фильм «Афоня». Может, кто-то смотрел. Запишите, пожалуйста. Посмотрите, там очень хорошо показано, что происходило на нижних этажах общества. Фильм «Афоня». Там в главной роли Леонид Куравлев. Седьмое римское. «Национальные проблемы». Первое арабское. «Национально-административная структура и этнический состав СССР». 1985 год. 53 национально-территориальных образования. 101 этническая группа. Второе. Перекачивание средств из РСФСР в другие республики. Главным образом в Закавказье и Среднюю Азию. Третье. Постепенное ослабление центральной власти и ухудшение экономического положения как фактор усиления межэтнических противоречий. Точка с запятой. Спекуляция местных элит на трудностях. Обвинение ими в трудностях центра, а косвенно русских. Кто виноват? Кто молдает? Русский центр. Значит, они во всех наших проблемах виноваты. Точка. Курс на этнократию. Понятно, что такое этнократия? Ну, этнос это что такое? Этнос. Кратия – власть. Этнократия – это власть национальной верхушки данной области. Ну, например, Узбекистан – это значит только узбеки во власти и больше никого. Таджикистан – значит таджики, Казахстан – казаки. Это называется этнократия. Продолжение следует.